Любите ли вы ягоды так, как люблю их я? Да? Тогда за мной! Прямо сейчас лучший гид России, знаток грибных мест и ягодных месторождений Дмитрий Тихомиров пройдет по заповедным тропам Черноземья и Кавказских гор, раскроет тайну происхождения домашней сливы, найдет самых интересных представителей этого рода и покажет кусты легендарного терна. Через тернии к звездам. Это ведь про наш терн. Пока через эти кусты проберешься, забудешь, куда и зачем идешь. Смотрите Большое ботаническое путешествие. Слива и ее родичи в цикле «Дикая ягода». Вы когда-нибудь встречали дикую сливу? Именно за ней я отправлюсь в путь. Сейчас, в мае, еще не созрела ни одна ягодка. Но воздух насыщен ароматом цветущих деревьев и кустарников. Начнем мы наше путешествие в Липецкой области, в заповеднике Галичья гора. Люди в этих краях появились более 20 тысяч лет назад. Это было время последнего великого оледенения. Тогда здесь бродили стада мамонтов, шерстистых носорогов и бизонов. А когда ледник около 10 тысяч лет назад отступил, здесь начала возникать уникальная почва – чернозем. Говорят, воткни в него палку, и она будет расти. Я специально приехал в начале мая в Липецкую область, в заповедник Галичья гора, чтобы просто попасть в сезон цветения терновника. Терновник или терн – первая дикая слива в нашей коллекции. Он принадлежит к огромному роду, который по латыни называется прунус. На русский это так и переводится – слива. Если продолжить лингвистические изыскания, то само слово «слива» тоже переводится на современный русский. С древнего прославянского – и значит «синее». Настоящая слива имеет именно такой цвет. А вот название цветущего кустарника – терн – в прославянском языке значило попросту «колючка». Прунос спиноза или слива колючая. Так по-научному называется терновник. Кстати, что интересно, до сих пор на этих кустах остались вот такие черненькие прошлогодние плоды. Правда, пробовать я этот плод не буду, ну, потому что он просто сухой. Но в сезон, в августе, терновник отлично собирают местные жители. И не только они. Любят терновникам полакомиться и дикие птицы. Мой гид, биолог Татьяна Недосекина, ведет меня к одному из участков заповедника. И, кстати, если понюхать тернень, я понимаю, пчел, он действительно очень сладко пахнет, очень вкусный запах у него. Источает приятный аромат, скажем так. Наверное, мед на нем тоже просто особый вкусный. Да, да. Терн – один из лучших медоносов. В нектаре одного цветка почти две десятых миллиграмма сахара. Правда, только когда он начинает свисти. В конце цветения, как сейчас, сахара уже в два раза меньше. В последние дни очень ветрено, и пчел почти нет. Осенью увидим, как это скажется на плодоношении терна. Терн очень живуч. И завоевал все пригодное для обитания пространства Евразии и даже Северной Африки. Он способен подниматься в горы почти до полутора тысяч метров над уровнем моря. А пушки леса, заброшенные участки, одичавшие сады, пустыри, склоны оврагов и холмов со временем весной покрываются шапками цветков колючей сливы. Основные места произрастания терна – это известняковые осыпи, склоны речных долин и балок. Он может расти и в поймах, там он образует уже непроходимые чащи. Так что вот, чтобы прямо уж чернозем такой тучный, ему необязательно. Он может расти и на щебнистых, таких малоплодородных почвах. Это один из самых агрессивных кустарников. И способен вытеснять своих менее удачливых конкурентов. Какие-то светолюбивые виды травянистые, они просто исчезают, потому что уже под пологом терна не каждый вид будет расти. Вот для нас этого не очень хорошо, потому что Галича гора. Здесь очень много степных видов растений. Здесь и ковыль, и ветреница, и рябчик русский. Это такое уникальное место? Да, уникальное место, где здесь около 30 видов редких растений. И вот уже за последнее время, когда установили абсолютно заповедный режим, Галича гора стала интенсивно зарастать древесно-кустарниковыми видами. Терн, миндаль, спирея, различные дикие яблони, здесь жастер слабительный. Ну, это даже отчасти хорошо, это все, что мы любим собирать и есть. Правда, собирать терн на территории заповедника, конечно, запрещено. Однако, посмотреть на созревшие ягодки дикого терна, мы сюда еще обязательно вернемся осенью. Вкусным, сладким терн становится лишь после первых заморозков. И мы тогда приедем. Приезжайте, мы с удовольствием вас встретим. Пока терн созревает, продолжим исследование рода прунус – слива. Цветки сливовых обычно белые или розовые. Бывают не только одиночными, но и соцветиями, как у черемух. Черемухи, как ни странно, тоже принадлежат к сливовым. В май зацветает черемуха. Неспростая пришел к ней вот с таким лукошком, чтобы собрать ее цветы. На самом деле, в народной медицине ценятся не только плоды черемухи, но и ее соцветия. Их можно засушить, сделать на них настойку. Кстати, настойка на цветах черемухи не только полезна, но и вкусна. И главное, помогает при простуде. С цветами черемухи высушенными, а можно даже свежими. Некоторые любители заваривают ароматный чай. Так что соберу полный лукошко. К сливовым принадлежат две с половиной сотни видов. Какие? Вы удивитесь, но с точки зрения ботаники сливовые – это и вишня, и персик, и абрикос, и миндаль, и черешня. И, конечно, прунус-доместика. Слива домашняя. Но можно ли ее встретить где-то, кроме садов? Существует она в диком виде? Это нам еще предстоит выяснить. Пока я ее не встречал. Но здесь есть ее родственники. А вот это растение с красивыми розовыми цветками – на самом деле родственник сливы. И это дикий миндаль. Правда, собирать его не стоит. Он слабо ядовит. Но зато из него получается ароматное миндальное масло. И цветки миндаля тоже очень ароматные. Здесь, в Галичьей горе и окрестностях, миндаль невелик ростом. Миндаль степной может достигать высоты до полутора метров. И такой же ширины. Кусты получаются просто роскошные. Услышишь слово «миндаль» и сразу представляешь себе вкусные орешки. Но, увы, этот миндаль, его еще называют «бобовник», несъедобен. И существует множество растений, способных обмануть человека своим названием. За одним таким мы отправляемся на юг, в Краснодарский край. Вот эти места в заповеднике Утриш называются можжевелово-фисташковое редколесье. Правда, редколесье тут относительное. Зараз лети еще, пробираться приходится. Привел меня сюда поиск другого дикого орехообманщика – фисташки. Заповедник Утриш – одно из немногих мест в России, где сохранились заросли дикой фисташки. Или фисташки туполистной. Фисташка предпочитает почвы, богатые кальцием, которые она активно усваивает. И здесь, в горах, она благоденствует. Корни дикой фисташки уходят вглубь на 20 метров, пробивая скальную породу. Но съедобная ли фисташка туполистная? Это я и хочу проверить. Ну что ж, попробуем дикую фисташку. Какова она на вкус? Ну, честно сказать, дикая фисташка так себе. Да и есть тут особо нечего. Что интересно, в Никитском ботаническом саду уже много лет идут опыты по селекции дикой фисташки превращению в фисташку садовую. Но пока результата нет. Настоящая съедобная фисташка растет гораздо южнее. В Персии она почиталась как символ богатства. Наша же почти несъедобна. И пусть она нашей героине сливень и родственница, относиться к дикой фисташке все равно надо с уважением. Род фисташка очень древний. Первые фисташки грызли еще травоядные динозавры. Правда, зачем им тогда были нужны фисташки, если пива еще не было? Прогулка по заповеднику Утриш дала мне огромный заряд бодрости. Слышите, как поют цикады? А я иду по уникальной реликтовой можжевеловой роще. Вокруг меня целых три вида можжевельников. Вот это можжевельник высокий. Это можжевельник красный. А прямо напротив меня можжевельник вонючий или пахучий. Почему пахучий? А достаточно оторвать его веточку, растереть, и вы сразу почувствуете его аромат. Что интересно, один гектар можжевелой урощи производит в сутки 30 килограммов фитонцидов. Это в шесть раз больше, чем гектар соснового бора. Из заповедника с гор спустимся к их подножию. И фисташку, и можжевельник мы исследовали просто по ходу путешествия. Наша цель все-таки собрать коллекцию слив. И выяснить, есть ли в природе слива домашняя. Пока я ее не встречал. Но диких слив на юге огромное количество. Вот это замечательное дерево с желтыми плодами называется слива растопыренная или слива вишненосная. Но мы ее называем алыча. Чтобы ее найти, я специально прилетел на Черное море. Здесь есть алыча двух цветов. Красная и желтая. Правда, сейчас, в середине августа, она еще немного недозрела. Ну что же, попробуем эту недозревшую алычу. Ну, конечно, конечно, кисломатом. Но ей осталась примерно еще неделя-другая. Вот тут, на Кавказе, у Черного моря, алыча созревает в конце августа. Но зато из такой недозревшей алычи можно приготовить легендарный соус ткемали. Кстати, ткемали можно делать как из желтой алычи, так и из красной. И по вкусу они будут немного различаться. Собирая алычу вот в этих зарослях, я встретил вот такое замечательное создание. Этот паук называется Аргиопа. По имени древнегреческой нимфы Аргиопы. Не знаю, почему его так назвали. Возможно, нимфа была такая же опасная. Паук этот, кстати, ядовит. Поэтому, когда собираете сливу или алычу, будьте осторожны. Смотрите, под ноги на траву можно не заметить. И вот врезаться в такое существо, которое, если разозлиться, может укусить. Но не смертельно. Пауки, плетущие паутину, создания очень древние. Они появились еще в меловом периоде. Кстати, тогда же возникли и цветковые растения. Они победили представителей еще более древней группы растений, голосеменных, в жесткой конкурентной борьбе благодаря появлению цветка. Об этом уникальном изобретении эволюции мы уже рассказывали в нашем цикле. Цветковые сейчас господствуют на планете. Но и сами они борются друг с другом за выживание. А вот это наглядный пример конкурентной борьбы двух видов. Терна, вот его синие плоды, и одичавшего винограда. Кто из них победит в этой борьбе, неизвестно. Терн на юге встречается так же часто, как и в Черноземье. Но высокая конкуренция со стороны местных видов не дает ему захватывать вокруг себя все пространство. Итак, мы уже встретились и с терном, и с алычой. Наконец-то пришла пора разобраться с нашей домашней сливой. Откуда взялась она? Ее мы не видели в диком состоянии ни в Черноземье, ни здесь, на юге. Где же ее искать? Только в садах. Такого деревца в дикой природе просто нет. Точнее, не существовало. Зато растение, которое мы видели, ее родители. Терн и алыча – это папа и мама нашей домашней сливы. Слива – полностью рукотворное создание. Она создана человеком, скрестившим два диких вида. Слева от меня растет терн. В лукошке у меня желтые плоды алычи. Собрал неподалеку. А справа – слива. Возможно, вот так и выглядели первые ягоды домашней сливы. Гибриды терна и алычи. Смотрите далее. Легендарный куст созрел. У англичан есть легенда. В Терновнике живет паренек по имени Ласковый Любовник. Сливовый рецепт. Для маринования сливы нам потребуется сахар, соль, уксус, гвоздика, перчик. Предок вкуснее потомка. Но сорта алычи, которые не так давно выведены, они гораздо вкуснее бывают с сливой. Пока мы путешествовали и собирали дикие ягоды на юге, терн в заповеднике Галичья гора почти созрел. Так что вернемся в Липецкую область. Встретил меня инспектор заповедника Иван Корсюк. В этом году, конечно, или, может быть, действительно климат, эта жара, очень повлияла. По сравнению с прошлым годом, с позапрошлым годом. Где-то, может быть, увидите, там две-три ягодки нет. Вот одна висит. Вот она одна. Синяя, да? Синяяя, вот эта ягодка. И все. Мне вспомнилась весна и цветущие кустарники. Скорее всего, завязаться плодам помешала ветреная погода. Не всякое путешествие, к сожалению, заканчивается полной корзинкой. Но даже если бы терн уродился, собирать его здесь нельзя. Территория заповедная. Так что отъедем от заповедника на несколько километров. Терн вокруг растет в изобилии. Через тернии к звездам. Это ведь про наш терн. Пока через эти кусты проберешься, забудешь, куда и зачем идешь. Кстати, в древние времена колючки терна использовали для борьбы с вурдалаками и прочей нечистой силой. Сажая терн возле дома. Считалось, что эти кусты отпугивают всякую нечисть. Не знаю, верить в это или нет, но собирать терн действительно еще то удовольствие, почему я в такую жару, вот в такой куртке. Иначе весь будешь исколот сверху дониза. Но приходится терпеть. Не случайно терн выращивают в качестве живой изгороди. Но поскольку урожай невелик, у меня есть время рассказать одну историю. У англичан есть легенда. В терновнике живет паренек по имени Ласковый Любовник. И у него есть волшебная флейта. Когда девушка заблудится в лесу и услышит эту флейту, она сразу влюбится в юношу. Но тот соблазнит ее и бросит. И скроется в зарослях терна. Легенды легендами, но вот что говорит наука об этом растении? Терновник в лекарственных целях используется весь. Цветы, листья, кора, корни, ну и, конечно, плоды. Сейчас попробую. Ну, плоды еще не созрели. Максимального своего вкуса терновник достигает после осенних заморозков. Пока он слишком кисловат, слишком тверд. Название нашего цикла – дикая ягода. Но можем ли мы назвать плоды сливовых деревьев и кустарников ягоды? Строго говоря, нет. Для них есть специальный ботанический термин – костянка. Но, согласитесь, глупо, например, говорить ребенку – съешь костяночку. Конечно, ягодку. Плодовый сезон короток. Пора приступать к заготовкам. Мы с вами собирали и терн, и алычу. А вот их дитя – слива домашняя. И сегодня я приготовлю ее по оригинальному рецепту – слива маринованная. Для маринования сливы нам потребуется сахар, соль, уксус, гвоздика, перчик. Некоторые еще добавляют лаврушку, но я не сторонник этого. Слива должна быть упругая, крепкая, может быть, даже чуть-чуть недозревшая. Ставим кипятиться 400 миллилитров воды. Добавляем 2 столовых ложки сахара. И столовую ложку соли. И 2 столовые ложки уксуса. Ждем, когда закипит. Ну вот, вода закипела. 5 горошин перца. Так, раз, два, три, четыре, пять. И две гвоздичины. Заливаем рассол и закрываем банку. Обратите внимание, после того, как банка остынет, крышка как бы должна втянуться внутрь. Значит, вы все сделали правильно. Обжегся, 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 обжегся. Ну и приятного аппетита. Попробуйте через месяц. Это очень вкусно. Следующий пункт нашего путешествия – подмосковная Пущина. Институт биоорганической химии Академии наук. Здесь у нас назначена встреча с биологом Сергеем Долговым. И к Сливе работа его лаборатории имеет самое прямое отношение. Нас пустили в святая святых. Именно здесь создаются пресловутые ГМО – генно-модифицированные организмы. Вот этот простецкий на вид ящик – ничто иное, как пушка для переноса генов. Как он работает? Уберем частицы золота или вольфрама примерно размером 1 микрон. Наносим на нее ДНК, который мы хотим перенести в растение. Перемешиваем. Это берем суспензию. Наносим ее на сеточку. Вот сюда. Препарат помещается в камеру. Там создается разреженная атмосфера. Затем подается сжатый гелий. И под давлением этого сжатого гелия эти частицы золота или вольфрама летят с большой скоростью, попадают в ткани, пробивают эти ткани. И вот этот ДНК, который мы на этих частицах абсорбировали, она встраивается в геном растения. Вот это способно сделать, вот это устройство. Хотя выглядит оно достаточно просто. Да. Выглядит тут ничего сложного. Тут что, должна быть стерильность, вакуум и определенное давление. А затем уже задача вырастить полученные образцы в специальной среде. А многие люди думают, что генная модификация опасна для человека. Ну, как вам сказать? Ну, эта дискуссия уже там продолжается бесконечно. Если вы учили хотя бы в школе биологии, вы понимаете, что у вас все расщепляется, да, аминокислот, да, нуклеотидов. И что вы будете есть, например, тоже хлеб с красной икрой, или вы будете есть хлеб, где есть ген этого лосося, в чем разница? И никакой чужеродный ген не способен повлиять на ген человека? Он не может строиться никаким образом? Если бы он встраивался, то у нас бы никого не было. Если бы это было так просто, то вся бы жизнь превращала бы, имела бы какой-нибудь вид, какой-нибудь такой аморфной амебы, который бы плавал в мировом океане. То есть ген клубники или персика никак не может повлиять на ДНК человека? Ну, никак. А сливы мы сегодня увидим? Да, ну, конечно. Вот в этой комнате обстрелянные из генной пушки растения начинают рост. Там, где клетки не встроились, они погибают темные, а там, где произошла стройка материалов, там развиваются зеленые побеги. Это у нас была вишня, это вот уже слива устойчивая к вирусам. Подросшие геем-растения отправляются в теплицы, изолированные от внешнего мира, чтобы их пыльца не попала в природу. Здесь есть груша со вкусом банана, суперсладкие яблоки и помидоры. В них встроены гены тропических плодов. А вот пущинские сливы подверглись модификации не ради вкуса. Они устойчивы к страшному заболеванию – вирусу шарки. От него в мире гибнут тысячи гектаров. Традиционные селекционеры пока не справляются. Вирус мутирует быстрее, чем они создают новые устойчивые сорта. Но когда будет разрешено выращивать генно-модифицированные растения в садах – неизвестно. Завершим мы сливовый сезон в ботаническом саду Московского университета. Моя собеседница – агроном Нина Сацкова – знаток этих культур. Сейчас конец сентября, но некоторые сорта слив и алычи плодоносят до сих пор. Нина Алексеевна, а что это за сорт сливы, у которой мы стоим? Это сорт Нарыч. Это сорт белорусской селекции. Сейчас я его попробую. Сладкая, но с легкой кислинкой. К сожалению, как рассказала нам агроном, у сливы есть один недостаток. Живет деревце недолго – всего около 30 лет. Зато плодоносит, в отличие от яблони, каждый год. И если у вас в саду не так много места, так же, как и на яблоню, на одну сливу можно привить несколько сортов. Но здесь надо знать одну тонкость. На одно дерево нельзя прививать ветки разных сроков созревания. Нужно одного срока созревания, чтобы, во-первых, цвело одновременно, и тогда пыление будет лучше. И когда разные сорта на дереве, поздние и летние, то дерево очень сложно перестроиться. Потому что чем раньше сотрели плоды на дереве, тем, значит, дерево раньше ушло в стадию покоя. Оно, деревесина лучше вызрит, побеги лучше, и она лучше подготовится к зиме. А более поздние сорта, они будут как бы немножко взбегать. Ну, вполне логично. И пусть мы застали в ботаническом саду только самые последние плоды этого сезона, попробовать их было огромным удовольствием. Например, вот эту алычу. И уже не дикую, а сортовую. Называется она алыча колоновидная. И она вот такого очень темноокрашенная. И если ее разрезать, посмотрим, какая у нее сердцевина. Посмотрите, у нее вот такая. У нее прекрасно отделяется косточка. Вы можете попробовать. Сорт необыкновенный. Но это довольно мелкий плод, она бывает где-то до 40 граммов один плод. Ну, я сейчас попробую его. Попробуйте. Кстати, очень сладкая. Прям неожиданно сладкая. Ну, сорта алыча у нас гораздо вкуснее. Новые сорта, которые не так давно выведены, они гораздо вкуснее бывают с слива. Даже слива садовая. Алыча вкуснее слива садовая. Очень многие сорта вкуснее. Так что спасибо селекционерам. И вот на такой вкусной ноте мы завершим наше сливовое путешествие. Смотрите в других сериях. Весной за клюквой. Большим любителем клюквы был Петр Первый, который каждый раз... Опа! Меня кажется, засосало. Загадка брусничной воды. На Руси грузили не апельсины бочками, как утверждал когда-то Остап Бендер, а брусничную воду. Веселая селекция. Назовем новый гибрид, конечно, если у нас получится по осени. Минда вишней. Помню, красивое название. Все это и многое другое вы увидите в нашем цикле «Дикая ягода». Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...